Смотрите только в этом прохождении. Смогу ли я убедить лорда с несколькими владениями из империи примкнуть ко мне бесплатно? За идею. Великие имперские армии в три раза больше меня будут штурмовать в мои замки. Я не успею и меня поймают в жесткую засаду. Опять начинать с нуля. И многое, многое другое. Так, ну что ж, к нам направляется огромная армия империи. Что же мне делать? Что же мне делать? Блин, как я не хочу с тысячей сражаться. Так, стоп. Я могу взять замок обратно. А могу их разбить и потом попробовать взять замок обратно. Что же делать? Кажется, я успел, успею захватить замок и пусть они попробуют его захватить, когда я в нем буду. Да, я хочу на это посмотреть. Имперские ублюдки. Что будет, если всех по умолчанию оставить, что все действовали по умолчанию? Вообще, они, наверное, на лестнице все ринутся? Так, у них там катапульты. Ох. Ай да, ну-ка, по воротам да с разбегу на коне. Сорок. Да, говоря о том, почему у меня не получается раздолбачить ворота топором, почему так мало урона. Писали разные предположения в комментах. Я развею ваши сомнения и дам однозначный ответ. В конце этого прохождения. Ох, ха-ха-ха. Ладно, не в конце, а сейчас. Суть такова, что у меня не прокачано двуручное и древковое оружие. Ну, потому что я его не качал. Я не жалею об этом, кстати, то, что я его не качал. Я его, скорее всего, уже не смогу вкачать. Да дайте мне пройти, падла. Да дай мне слава вся... Смотрите, всю славу достанется... Всю славу достанется им. А-а-а, это проклятие. Отлично. Не смогу уже прокачать, потому что прокачка идет очень мало. Очень по-малу на этих высоких уровнях. У меня очков, просто нету фокуса. Я в боевку вообще не вкачивался. Кстати, в этом есть свой интерес. Чего вы встали-то? То есть я как бы этот... Такой не боевой военно-начальник. Ну, я сразу продумываю наперед, как я буду оборонять. Потому что вражины-то, наверное, когда штурмовать будут, с этих же полезных сторон. Где лучше? Надо посмотреть. Вот здесь, в принципе, я могу много настрелять фрагов. А вот здесь, наверное, я не буду находиться, потому что здесь мои и так могут оборонить. Мне кажется, здесь попроще обороняться. Не знаю. Хотя, в принципе, я могу залезть вот на эту башню и стрелять во все стороны. Но проблема в том, что эта башня, она тоже будет обстреливаться. Да, блин. Ну, ладно. Еще будет прикол, если они на меня вообще не пойдут. Обойдут этот город и пойдут на каком-нибудь эпикарате. Будет не очень приятно. И угадайте, что? Опять остался какой-то последний мудак. Который мне все испортил. Которого они не могут достать. Видимо, он вот здесь где-то. Нифига себе, смотри. Ну-ка, собака. Я же не вижу ни хера. Я же ни хера не вижу. Походу, я в стену стреляю или куда? Я сквозь эту не получается прострелить, блин. Да, и с другой стороны, его тоже нету на самом деле. То есть, он куда-то между стен попал. Опа. Зараза, как его там? Вообще капец. Я просто не хочу начинать заново. Блин, давай сдохни, пожалуйста. Зараза, охренеть. Походу, не простреливается стена? Да, не простреливается. Это облом. Дайте меня туда к нему, к падле. Может быть, с какой-нибудь хотя бы стороны он все-таки будет? Вот, блин. Так, ладно, кемпер окопался. Ладно, перезахватим. Надеюсь, одного мои заштурмуют хоть без потерь. Давайте, приколисты. Да, без потерь, отлично. Ну что, все, ждем. Давай, давай, нападай на меня, напади. Отлично. Ну что, будем оборонять. Так, вроде бы больше ничего у меня не штурмуют. Я даже не знаю, продержусь или нет. Будем надеяться. Строят, конечно же, голимые баллисты. Херово, конечно. Они пытаются какие-то осадные орудия построить, и мне что-то разбивать. И у меня, получается, тоже потери идут. Ну, хотя у них побольше потерь, но, блин, мне за мои потери обиднее, чем им за их потери. Ну, нет, смотри-ка, скотина. Осадили еще замок Рентойл, блин. Будь оно не ладно. Неужели придется вылазку делать к смерти и славе? Они все построили, падлы, но они меня не атакуют. Ладно, чуть-чуть подожду вдруг. Ну, сколько у них еды хватит? Сколько можно? Все, пошла жара, пошла атака. Они меня что-то проломили? Нет, стены целые. Четыре баллисты, а у них одна это... Один требушет. Ладно, давай. Так, замок, конечно, такое себе. Не прокачан, я там в него уже задонатил денег. Знаете, что самое такое неприятное? Это то, что вот эти вот почему-то здесь... Почему-то пехтуры здесь нету. За хера здесь лучники встали. Где пехтура? Пусть здесь лучше пехтура стоит. Причем они как один раз встали в стене счетов, они так и стоят. И невозможно, если я отдаю под командование, невозможно это переключить. Капец. Авторазмещение. Хрень какая-то. Понятно, пехтуру, короче, сюда вот поставили. Не понял. Короче, смотри, я нажимаю авторазмещение и что это происходит? Их что, по одному человеку всех размещает? Это новая типа страта или что это? Короче, неважно, сколько отрядов я выбираю, они вот так вот примерно размещаются. Ладно. Будем надеяться, они разберутся сами. О да, они разобрались. Я причем приказываю, я отдал передачу командования, они все равно какую-то херню делают. Нет, конечно, они убивают нормально, но... Я недоволен. Нормас. Ну-ка, дай-ка. Дай-ка профессионалу поработать. Так, где там у нас? Воу. Да, они убиваются причем. Они, то есть некоторые ранены, а некоторые убиваются. А, вот точно я сюда хотел. Да, вот этот вот фланг у них бы ослабить. Неплохо, по 4 за раз, да. Имперские падлы. Прорядить вашу популяцию, дабы. Чё-то маловато. О, 4 хорошо. Урон мне нравится. Отлично. Если так дело пойдёт, то мы затащим город, я надеюсь. Хотя там таран ещё. Блин, ещё те идут, падлые. Чё-то их многовато. Да? О, Карейн там наваливает, охереть. У них, конечно, численное превосходство сильное, но... У них пехотинцы. Откуда они столько обучают? Я уже столько у них положил всех. Вообще капец. Давай, давай. Карейн, походу, тоже, что ли, стреляет с требушетой или чё? Как это работает? Почему-то они к лестницам не идут. Зато эти гады я, наверное, туда не дострельну. Как там попасть-то? Флоки получают уровень тактики, но... Так, это, конечно, всё хорошо. Я им почти левый фланг уничтожил. Или нет ещё? Вроде убиваю, убиваю, а там всё новые приходят, падлые. Ну, за требушетом я, наверное, эффективен, чем за луком, конечно. Ой, новые, да, подкрепы прибыли. Херово будет, когда они ворота проломят. Точнее, если они проломят их. О, вот сейчас они неорганизованно начали отступать. Это им новобранец... Чего? Чего? А что произошло? А кто-нибудь понял, что произошло? Я им ещё вслед достреляю. Нифига себе! Это как это так? Они... То есть я их настолько задезморалил? Вы представляете? Я впервые такое, по-моему, за всё время, сколько я играл в Баннерлор, впервые такое вижу. То есть они на подступах, хотя у них такая великая армия, просто типа... слишком большие потери. Офигеть. Мои выбежали. Пошли гнать имперскую свалоту. Да. И чё? Мы убили 378. Потеряли одного человека, одного человека только мы потеряли. Зато какого? Вот падла. Мы никогда не простим даже этого одного. Ну, они ещё хотят? Без проблем. Вот следующее, интересно, это боезапас воинов. Дальнего боя время осады увеличится на 25. А нужно ли это? В принципе, сейчас тысяча была и даже не пригодилась. А вот запас прочности у таранов и осадных башен на 33%, это может мне пригодиться. Тогда это возьму. Считай, на одну треть. Ладно, ещё раз их разобьём, этих мудаков. Так, а они теперь хоть нормально авторазместились? Какая-то неведомая хрень с авторазмещением, ну да ладно. Раступись. Это надо уточнить, что даже несмотря на такое херовое авторазмещение, которое через одно место работает, у меня всё равно что-то получилось. Поразительно. Что-то они какие-то резвые на этот раз. Вот это мне не нравится. А то вдруг у них сейчас это получится. Хотя вряд ли. О! Какого-то надира или как там его проредел. Что-то я промазываю. Нужно пристреляться. Что-то они резвые слишком. Ну ничего, тут мои фианы с двуручниками. Имперский тяжелоноездник. Это что, элитка? Типа сначала у них лохи походу шли, а теперь элитка. И какие-то наёмники долбанные. Опять они этот прибуш. Не, даже слушай, вот тут беру свои слова назад о том, что это големый замок. Очень удачное расположение вот этого вот этой баллисты в том плане, что редко когда ты можешь херачить залезающих я вообще даже такого не помню. То есть обычно когда они уже подходят под стены или типа того ты уже всё ты уже не можешь по ним херачить. А тут прям супер. ну да, там катафракты вот единственные неприятные. Ну-ка, получится сбить какого-нибудь ползучего года? по-моему, да, получилось пламя. Пламя у Дуна. Ты не пройдёшь. Блин, лезут падлы. Там самая жопа может быть с катафрактариями. Потому что не потому, что они очень много урона наносят, а потому что пока их убьёшь задолбаешься. по одному это, конечно, херово, когда убиваешь. Ух ты, там ещё вон бегут, падла. Так. Много бегут. Мне кажется, четыре это максимум, наверное, который баллиста может прострельнуть. Больше, наверное, просто невозможно. Потому что, мне кажется, я бы там и больше прострельнул, чем четыре. Да, это уже какие-то совсем новобранцы. Всё, они опять обратно побежали. Смотри. Походу, да. Охереть, задезморалил. Ну, теперь их надо гнать, догнать. Да, тут это круто. Так, мы опять потеряли только одного. Ахёна умирает на поле боя. Это с чьей стороны, интересно? И опять. Они чё, они сумасшедшие, что ли? Вот, Ахена. Клан Апенат. Она единственный лидер был в бедном клане. А чё за клан? Блин, клан Апенат был уничтожен из-за меня. Чё ж ты ко мне-то не примкнула, Ахена? Ну, ладно, тут уж мы сами справимся. Так, какой дебил убрал требушет с моей любимой позиции? Чё за дела? Эти, кстати, так и стоят без действия. Но тут замок херовый в том плане, что они сами не распределяются по нему грамотно. То ли просто все позиции уже заняты, ключевые. Выдай мне её. Чё-то тут даже я не вижу, в кого можно попасть. Уже никого нету, блин. да, сюда уже не попадёшь. Ну, ладно. Офигеть, 68 урона. Вот насколько лук голимый. А шо такое, шо случилось? Ну всё. Ноль потерь. Так, Василия отношение 8. Пусть в плену посидит. Ютерос отношение минус 9. Отпускаю. Джерем отношение единичка. Ну, пусть будет свободен. Роя отношение 12. В плену. Орион чокупай отношение минус 2. Отпускаю. Мрак 11. Пусть в плену сидит. Нартир. Это, походу, наёмник, что ли? Да, пусть в плену сидит, мудак. Охренеть, 534 пленника. Пленников, к сожалению, даже в замке содержать негде, столик, так что придётся кого-то выкинуть сейчас. О, отлично, у меня там уже мудаки сидят. Ещё сейчас мудаков добавим к вам. Супер будет. Ротор тоже прокачал кузнечное дело до 250. Нет, я не успел, блин, они захватили замок Ромтойл, падлы. Ну и сейчас я его, и сейчас я им щусью. Опять отсадили замок Миколови. Сколько можно? Так, посмотрим, что там в моём замке. Какие гостиницы привезли. Хоть какой-то бонус от этой супер брони, в которую я вложился хоть когда-то. Вообще, что она неплохо защищает конечности, но всё, кроме конечности, она защищает очень херово. Да, 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 давай. На тебе, сука. Давай, иди сюда. Только попробуй, сука, на. Я даже не убиваю с одного удара. Ну хотя бы вот этого, падла. Давай, давай, хочешь этого? Хочешь? Ах ты. Это непрокаченный двуручный топор. Он даже не ваншотит этих мудаков. Последний бежит. Давай его мне, вот так вот, подача отличная. Нифига, если тут оказывается есть лучник ботанского ополчения и всякое такое. Но они лоховские определённо. Флаг погибели вепри и урон по верховым воинам. На самом деле фиговый, название только мажориста. Замок очень слабенький, задонатил в него. Вот это то, чего я боялся. То есть мне постоянно отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда, с одного фланга на другой. Они просто меня раздербанивают. Взяли теперь замок Миколовия. Блин, у них тысяча в этом замке. Оборонит этот замок. Я ещё, а, вот, ух ты, ух ты, я не успел, я не успел отойти. Сходят слухи, замок Крем Тойл теперь принадлежит вам. Он мне принадлежал. Жопа, 800 на меня нападает, этих гадов. Ладно. Ну, по крайней мере, я в оборонке буду, если повезёт с карты ещё. Да блин, я чё, не могу туда? Нет, они где, они вон там. Но мост недалеко, хоть я к нему и не заспаунился, но он недалеко, я могу до него добежать попробовать. Так, я так и сделаю, вот так вот. Так, сразу за собой и сразу, сразу вот туда. Я здесь никого уже не буду, у меня нет времени здесь размещать кого-либо. Блин, мне бы только хватило времени, чтобы они вот сюда вот встали. Так, там кто-то говорил на М, типа, в бою можно размещать. Нифига не можно. Нет, не работает, это мода. Так, спокуха. Чё-то они очень резвые, падлы. да, да, не очень всё в мою пользу складывается. Ну, что делать? так, чё мог, я распределял. Остальное от них зависит. Блин, слишком, они быстро идут, суки. Офигеть, 51 урон. Чё так мало? У меня топовый самый лучший топор, у меня самый лучший лук. Ладно, лук, хрен с ним с топором. Лук-то, лук-то у меня самый топовый. Всё, мои уже в ближний бой вступили, даже не успели все сюда перейти. А ну не трожь, блин. Где ваш полководец, сука? Вот он, на! Минус! Полководец этот ещё полководец или кто? А, сука. Всё, мои хоть какие-то позиции заняли, частичные. Нахер тебя, вот что я думаю о тебе. На тебе, Гефорд. Так, убил нескольких полководцев. Тут ещё, ещё, ещё идут, суки. Я пытаюсь, пытаюсь их отвлечь. У них стоповотворение на мосту, потому что так, ещё надо полководцев найти. Есть ещё? Я не вижу, нихера. Чужих так много-то, ну, неудивительно, тысяча. Так, всё. Ёп! Так, это была лана. Это была плохая идея. Я хотел к своим прорваться просто. Я даже не могу ему, я не могу им управлять. Иди сюда, сукин сын. 25 урона! Вы прикалываетесь. Бегите, твари, бегите отсюда. О, отлично. Я прорвался, так я. У них там стоповотворение слишком много мёртвых. 19 урона. Ну, это лошади, ну, это как-то фрактарий однозначно. Так, могу ли я кого-то лучше поставить куда-то? Да, вроде нет. Вроде и так позиция суперская. Можно вот этих вот даже... Ну, ладно. Слушай, ну... Ой, это чё такое? Неужели меня опять сзади обойдут? Вот это вот, чё это сзади? Или это отступающий? Это отступающий, я надеюсь. Да, они отдаляются. Всё, кажись, новых нету. В атаку. Я только троих потерял? Серьёзно? Не понял. Трое... Троих потерял и восемь раненых? А как так? Мне казалось, там они уже мост пересекли и мне там так на это самое надавали, что мама не говорю, очень странно. Ну, нет, я, конечно, рад. Видимо, хорошую тактику просто выбрал. Потому что, конечно, если бы они здесь сражались, вообще, такого бы не получилось. Тут они все застряли, ещё конница. Она как бы... Они крутые, катафракты-то, бронированные, но это палка о двух концах, потому что у них из-за этого получилось такое застревание на мосту. Вот вообще не качается оружие. Но оно не качается, я говорю, потому что у меня уже уровень большой и всё. Компор это... Это не Глефа. Не хватает ему немножко дальности, но в целом свою задачу выполняет. Тиавис, какой-то, видимо, глава семьи, отношение один. Ладно, освобожу, мудака. Я императора пленил нового Кассона. Да. Ух ты, езда верхом прокачалась в кои-то веке. О, очень круто. Вероятность побега пленников из управляемого вами города снижается на 50%. Вероятность побега пленников вашего отряда снижается на 50%. Это супер. Беру конные дозорные отряды. По-моему, я ради этого и качал там что-то. Так что скорее в эпикротею сажать их на... сами знаете что. Что-то я не понял, если честно. Почему тут пленники два из минус шести? 0 плюс 2 в скобках. Это что за херня? Сбежал из эпикротею и не успела его туда посадить. Охрененно. Сбегай... О, Лена еще родила кого-то. Супер. Вообще, внезапно. Так. 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 Ну что, у нас тут на подходе люди. На подходе племянник флоки. В честь спонсора канала Владимир Кураев. И еще одного в честь спонсора канала Дмитра. Но еще не скоро вырастут, конечно. Да, садрали. Они опять замок Рэмтоэл взяли. Что ж такое-то? О, защитники 257. Хорошая новость в том, что походу эти падлы, которые брали замок, они там и находятся и я их там сейчас и и оставлю. И опять Мажадан замок берут до шоп тебя. Война бесконечности. Ладно, нет времени на раскачку. Придется вручную захватывать этот замок. Короче, я использовал авторазмещение. Они почему-то почти все перешли в один какой-то отряд. Не знаю, это типа в чем прикол. И тут у них много, кстати, элитки. Ну ладно, разберемся мы. И не таких пробивали. Ой. что-то у меня там сразу два их убили. Э-э-э, полегче, ёпт. Слушай, чё-то... Прям они не щадят. Не щадить меня решили? Ты куда полез? На тебе в жопу. Точнее, в подмышку. А вот тебе в жопу. Видишь, как я непредсказуемо... Ой, блин. Там и баллисты, там и всё. О, мои прорвались. Мне тоже надо к ним. Дайте мне их. Лезем, лезем. На-хер тебе. Ух ты, блин. Они не на шутку на меня ополчились. Ё. Они прям за мной ганг-отряд выделили. Личные хейтеры. А, я понял. Они думали, что я к воротам, а я что-то даже и... Но я сейчас не могу к воротам подойти, потому что... Ой, они меня сейчас вырубят ещё, падлы. Если я к воротам подой... Сука. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Охереть. Я два раза ударил его, а ему похеру. Они продолжают меня джавелинами, сволочи. Закидывать так. Ладно, я сейчас на позицию вы... Ух ты. Тихо. Я сейчас собираюсь подкрасно к нему. Ставить ему большой палец, сами знаете куда. Охереть, они даже стычки теперь делают этими. Он переключился на джавелин. Это моя фишка. Так, элитку выцеливаю. Да, тут с такой элиткой мы ещё можем и не захватить. Я вам скажу. Вполне. Слишком много элитки. Даже тургийская элитная пехота. Я сразу прорядил элитку. Сразу дело пошло. Откуда ты там палишь? А ты откуда? Не смей. Упс. Ладно, разберутся. Отлично. Одну стену зачистил. Имперское знамя осталось воткнутое, брошенное. Так, я понял. Тут опять какой-то крысёныш где-то засел. Последний, как всегда. Как вы это любите. Так, придётся переатаковать. Точнее, вон у них там шесть этих. Отлично. Император Санион. Херушки, я тебя отпущу. Вот у них нормально 3 из 40 в темницах. Ну я 70 человек потерял, кстати, серьёзную. Ещёрку достаточно. Да, они осадили меня, конечно, конкретно. Опять я только отошёл от замка Крем Тойл. Опять его осадили. Ну, считай, их там 200 человек. Ну, 300. В три раза больше. Битва небольшая, но значимая. Ладно, придётся их разбить, потому что иначе они просто меня... Просто... Вы поняли, в общем. Карта просто отвратительная для меня. Отвратительная. Потому что вот эти деревья будут, блин, мешать. Так, я приказываю сближаться и отступать. Такое себе. Надо начальника выцеплять. У меня даже у самого хп неполное. Сейчас надо выцеплять его. Где он, падла? Так, они чё-то тупят. Это хорошо. Точнее, они то тупят, то не тупят. Ёб! Нет, 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 нет! Пол хп осталось! Где начальник? Вон он. Блин, сука, он специально закрысил. Я его там не достану. Не, придётся приказать им сражаться. Потери будут ещё больше, иначе. Понница их закошмарила, не даёт нормальную эту тактику использовать. Так, ладно, моя задача. Военачальника надо убить. Долбаный военачальник. Я не вижу его. Я тут, конечно, рискую, капец. Где военачальник? Там уже фианы какие-то. Его, может быть, уже снесли. Сука! Так, ладно, надежда теперь, что мои затащат. Это не полными силами атакую, капец. Вроде затаскивают. Всё, да, затаскивают. Фух. Но потери уже критические достаточно. Я потерял больше половина армия. Мне нужна передышка. Я всех в плен возьму. Блин, они меня ужасно провоцируют, чтобы я их всех казнил. Да, замок Мажодан, угадайте, что, конечно же, отжали. Они все замки отжимают. Кранирок, всё, я даже сделать ничего не могу. Но я сейчас надеюсь просто на то, что я их перебью, тупо пересажаю. И вот каким-то таким макаром там мои что-то в промежутках между этим всем как-то затащат. Да, в принципе, они 150 человек атакуют, 160. Всё, одна только потеря. У них наёмники, чёртовы. Мне говорили в комментах наёмников сделать. Но видите, из-за этой же их тактики я не могу нормально заняться крафтом в кузнечке. И деньги у меня уменьшаются. Так что, может быть, и хорошо, что я пока никого не нанял. Так, замок Кранирок я им не отдам. Так, я, наверное, даже подожду. Да, я подожду. Пока они начнут атаковать. Заодно время сейчас работает на меня. В том плане, что у меня отхиливаются хотя бы какие-то эти... А там пока они штурм не начали. Причём гарнизон, если кто-то скажет, там баг в темнице из-за гарнизона. Нет, гарнизон почти полный. Смотрите, 439 в эпикрате. Чё за бред вообще? Вот статы. Верность 88. Стены 3. Охрана 67. Может, из-за охраны. Но она растёт потихоньку. Варчики, конечно, всё по сотке и верности. Охрана, но, блин, до варчика их долго возить. Да ладно, они, 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 падлы, у них армия пропала. А ну, стоять! Стоять, сука! Буду стрелять! Стоять! Ах ты, чё за хрень. Они на моих... Они, они меня специально отвлекли. Прикиньте, чтобы отвлечь, напали на моих жителей, падла. Ну, я не прощу им это. Прикиньте, отступали. Один отряд специально напал на жителей, зная, что... Я им начну помогать, их спасать. Вот это падла. Вообще. На тебе, думаешь, самый умный? Нифига себе, он выдержал сколько ударов. Но это было недолго. Реально хитрожопые. Смотри, они не типичных тени щитов на меня напали. А они прям побежали. Они бегут за моими лучниками и пытаются не дать им нормально стрелять. Это, конечно, лишь отсрочит их неизбежную погибель. Но, тем не менее. Неприятная штука. Так красиво. Они тают. Блин. Щит разрушился аж у него. Вот это да. Блин, вот они так затягивают время. Смотри, короче, встали в круговую оборону. В центре у них этот полководец падла. Еще мансит. Ё-моё. Еще мне вот сносят хп. Просто не съем, так надкусаю. Офигеть. О, Вивиана из какой-то имперской семьи работает на меня. Помогла мне тут поймать негодников. Я, оказывается, в Варчиге еще не все построил. Еще очередь строительства назначил. Так, мне говорили, что тут по стате, когда империя сильно просядет. Но, очевидно, я с западной воюю. Я им больше потерь нанес и все такое. Но что-то все равно пока никаких этих сдвигов. Наверное, нужно у них города захватывать. Охереть, они и Миколовию захватили. И тут этот замок. Как они меня бесят? Лучше вам не знать. А ну, стоять, суки. Ладно, начнут убивать замки. Вивиана не промах создала армию. Так. Отвоевываю замок. Потерь много не хочу, но... В принципе, тут даже если я сольюсь, ничего страшного. Потому что мои... Я первым лезу. Как и пристало полководцу. Хочешь что-то сделать, делай это сам. А-а-а, пусти. Только вы мне должны дать это сделать. Ай! Да сколько можно? Смотри, падла. Какие падлы. Неужели я кого-то с руки могу убить? Так. Супер. Тоже замок лоховской. Я сжалюсь над своими лордами и вложу в него бабла. Хотя я не должен. Ну, вообще я должен, потому что я заинтересован в развитии своего поселения. Митара тут хорошо устроилась. Плюну 100% хп не сбегает. Мне прилегает этот замок, но он мне нахрен не нужен. Лучше кому-нибудь отдать лорду. Причем мы пекраты. Я повторяю, у меня на максимум прокачано. Так, возглавляю штурм. Тут ничего сложного, я думаю. Мы захватим. А это у нас тут шо такое? Кто-то вывалился, похоже. Ух ты, да. Вы че, аххерили что ли? Ганг-отряд, блин. Падлы, вывалили, чтобы майк затормозить. Бей их, пацаны, бей их. Ну-ка. Штурм самая эпичная, но что-то у них там легионеров многовато. Ух ты, падла. Не лезь за мной. Охереть, он выстрел в голову выдержал. Юб ты, я думаю, что меня за комар кусает? Охренеть. Все, высадились в Нормандию. Нифига себе, там у меня один побежал ворота открывать, а не за ним толпой. Да, блин, он экстремал. Но он раненый, он выжил, его просто ранили. Кто-то экстремал. Фух. Так, надо проверить. Тут вот еще замок все-таки не осадили. Вроде больше осад нету. Вроде я все отбил, что мне принадлежало. Фух. Не, они охерели, я только отъехал, а кто-то его осадил. Но там такая все мелкий какой-то отряд ничтожный. О, наконец-то моя армия хотя бы с мелкими отрядами. А, отряд. Так, 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 тихо, тихо. Кого вы там поймали, падла, идите сюда, быстро. Быстро иди сюда, собака. Так. Ну-ка. Пока я не могу этого убедить. У него поселение Рати есть. Под его началом. Ладно, сейчас мы им... Да, ваша любимая карта. Я думаю, мы тут справимся, зараза. Смотри, я два раза попал из самого лучшего лука. Все, долит. Долит больше, не долит. Слушай, они учатся, что ли, чему-то? Смотри, какое у них построение в расцепную. Специально против лужников и конницу подальше отвели. Прям хитрая. Хитрючая. А теперь пытаются атаковать конницы и моих лучников. Вот тебе и самый лучший лук. И прокачанный, между прочим. Не ваншотит. Ладно, ничего. Мы их... Все равно удалим. Тут прям прорываюсь нагло. Все, сломили мы их. Нормас. Сарий тихоня теперь махнулся замком. Теперь вот здесь вот он замком владеет. Раньше на территории Ботании. У меня денег уже меньше миллиона. Они просто не дают мне продохнуть. Теперь замок Уталайм кем-то осадили. Кем? Охереть, у них опять под 900 рыл. Так, не буду я томить, то у меня мало еды. Я просто нападу на их осаденный лагерь. Пошли нахрен. Перевес на их стороне. Ну, еще бы. Мы еще и атакуем. Еще и карта жопная. По-моему, я на этой карте как-то все потерял. Было дело. Ну, ладно. Вот что мне интересно. Будут ли они атаковать? Или нет? Так, я тут не хотел выстроиться по-интересному, но мне кажется, наверное, это слишком у меня растянутый строй получился. Нужно немножко мне собраться все-таки с мыслями. Хотя бы вот так вот, в двойную шеренгу. А, у них что, кавы? Нет, у них есть кава. Странно. Блин, впервые на этой карте жопа какая-то. Все-таки они атакуют, гады. Я не понимаю, атакуют они или что они делают? Да, много их, конечно. Неприятно. Можно на этот холм встать. Но тут много не встан. Ну, что делать-то? Воу, это было близко, падла. Карта, конечно, им на руку. Прям такие резкие завороты, и до этого ни хера не видно. Никого тут не видно ни хера. Где в военачальнике, где все. Тем не менее, они что-то отступают. Это, конечно, хорошо. Хотя они возвышенность занимают, но... Это было бы плохо, если бы я их пехотой атаковал, а я пехотой их не собираюсь атаковать. Ну, че вы не обстреливаете, да их обстреливаете давайте. На кого я тут это все сбиваю, блин? Хорошо, когда у тебя конь такой, что... Он еще многих сшибить может. И этим чисто тоже... Толк принести. Я, конечно, не понимаю, че там мои... В пеший бой за хера пошли. Ну, наверное, им виднее. Так, теперь мои отступают. Офигеть, я даже эту сестру меча, блин. Опа! Санер, Сиорис, иди сюда, сука. Ты посмотри, 17 урона я ему таким топором наношу. Убейте его! Есть. Какой-то топор все-таки... Короткий. Если я смог бы перебить... Ну, вроде мои больше убивают, чем враги. Потому что... В основном мои, наверное, из-за кавы. Геморроз. Я стараюсь с кавой что-то придумать, но... Да, сука, я не дотягиваюсь. Коротко... Не кольчушка, а топор. Херово, конечно, у них тоже лучников очень много. Так, вроде они теперь встали. Короче, охереть, это перестрелка лучников. Я тут могу вот так вот их... Так, мы, кажется, от кавы избавились. Не, пехотам нафиг. Они решили меня игнорить. И знамя они свое бросили. Сколько их тут, блин, а? Все, вообще все холмы, сука, в них. Блин. Еще не хватало им срать. Я уже весь просто. Я человек еж. Ну сколько можно? Больше половины хп мне снесли. Все, я отступаю. Мы убиваем. Там Льен до сих пор накидывает. А, понятно. Вот оно еще. Вот оно еще, Михалыч. Блин. Проблема в том, что они пехотой оттеснили моих этих... Так, не, придется... Надо атаковать им, приказать. Иначе они уже у края. Тут уже некуда идти. Все. Все решится в зарубе финальной. Вон мои даже подкрепы сзади у них появились. Они... Они потеряли свою пехоту. Мои смяли ее пехоту, но они смяли мое подкрепление. Блин. Сколько их тут, господи. Вон еще какой-то полководец. У меня такой... Я сейчас подумал, что у меня уже кнопка сломалась от поворота. Это что за кемпер-снайпер, блин? Подчистить концы. Какой же разброс тут. У меня такой навык владения луком. Капец их тут. Полководец еще живой, сука. Ой, меня чуть не убили. Почти размен. Один хп. Да, нас, конечно, зажали тут в угол. Но за счет, видимо, морали высокой, потому что у меня сотка. Мы выстояли. И за счет того, что я потери успел восполнить. Капец они задрали со своими бесконечными наскоками. Блин. Вот он, человек-еж. Человек-еж с другого ракурса. Лады. В плен, в плен, мудаки все. Даже не буду уже смотреть на отношения. Задрали они меня. Да ладно, везде верхом еще что-то прокачалось. Что-то игра меня балует. Ну, потому что, блин, такие столько битв, это капец, я охерел. Порог вашего урона до ошеломления повышается на 50%. Это имеется в виду прерывание ошеломления? Вряд ли это имеется в виду то, чтобы я сбивал всех эффективно на 50%. Ну, пусть будет, потому что 20% брони верхового животного меня еще практически ни разу здесь не спешивали. И всадников у меня нет. То есть еще потом перекачать можно. Ну, это, конечно, не дело. Очень многие сбежали уже из-за пикоротей. Сейчас заново они начнут все это собирать. Всех этих мудаков, блин. Так, у Диспариона большой клан. И у него единственное вот это вот ротти во владении. Знаете, что, поеду. Поеду. Сейчас ее нахер отобью у них, может быть. О, Аминона. Архонт Аминон. Неужели я смогу его убедить? Он херово меня знает. Так, вы мне тут говорили критический шанс на успех. Вот это вот. 81%. Умоляю. Есть! Так, продолжаем. А вот здесь просто 100%. Давай, все, чтобы точно уже. Да, да, очень хорошо убедил тебя. Давай, ко мне. О! Ха-ха! Есть. Отношения 12. Возраст 55. Сколько у него в клане? Ну, не очень большой клан. У него есть зам. Два замка. И он хочет ко мне перейти, не прося ничего взамен. Ничего себе. Воу. Может быть, мне у него попросить что-нибудь? Ладно, не буду. Замок Атакония. Охереть. Охереть! Реально, перешли владения ко мне. Это впервые такое. На ваших телеэкранах. И, по-моему, вообще описали, что ни у кого не удавалось так лорда переубить. Охереть. Вот это я удачно попал. Я хотел эту роте штурмовать, но все-таки решил обратно пойти, чтобы замок защитить. И вот хоть раз в жизни меня игра вознаградила. Ему замок начали тоже осаждать. У них армия кариба какая-то. Что за хрень? Они наемников, что ли? Наемникам уже армии дают. Может, мне удастся его заманить, как вы думаете, на мост? Давай! Ю-ху! Я здесь! Куда ты пошел, падла? Я на мосту. На меня иди. Куда ты пошел? Ну, вот тварь. Ладно, он едет на деревню, что ли? Ну, давай в деревню его заманим, я не прочь. Не-не-не-не, в деревню иди. А он вообще никуда не заманивается. Что за дела? Там дальше... Так. В армии нельзя его перевербовать. Ладно, он все-таки на меня напал. Я надеюсь, что карта будет не та жопная, где такое ущелье. Да, карта именно... Это долбанное ущелье, блин. Но, по крайней мере, враг достаточно далеко заспаунился. Я, короче, сейчас вообще заморочусь. Вот так вот даже своих поставлю, чтобы все просто охерели от моей тактики. Вот так вот тут. То есть они смогут вот так вот наискось стрелять. Такого вообще, по-моему, никто не делал никогда. О, вот здесь вот тоже можно на холме наискось поставить. Во, как я поставил. Вот и посмотрим. Минус вражеский полководец какой-то прискакал первый. Че он и хотел, я не знаю. Еще один вражеский полководец прискакал. Они принимают правильное решение. Но, судя по тому, что не живые, наверное, это такая сдача в плен. А мясу так не повезет. Там еще вон какой-то полководец, я вижу. Ладно, хрен с ними. Не буду своим мешать. А, вот, 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 вот. Вот полководец. Полководец. Сука. Добейте. Все, ахи. Последняя ахи. Ну, неплохо. Ну, че-то их тут, конечно, дохера. У меня плохое предчувствие. Еще многие из них пока что не стреляют. Почему я никого не убиваю отсюда? Откуда у них столько элиты постоянно, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Охереть, вот. Потерь, конечно, у них много, но у меня тоже начинаются, и что самое херовое, у них почти пехота сюда подошла. Хорошо, что мои вторые эти шеренги трудовые работают. Вон там еще полководец. Блин, придется за ним выйти. Где он, сука? Он только что был здесь. Вот он. С дороги ему дела. Он отступает. Он хочет сохранить свою жалкую жизнь. Врешь. Падла. Кариб. Карибский треугольник. Карибско-бермудский. Так, неужели мы все-таки отобьемся? Ну, они здорово. Они проломили мой центр. Хотя у меня тут еще какие-то остатки выживших есть. В принципе, вот вверх проломили. Поломали все мои построения. Что, один отряд полностью уничтожили мой, что ли? Получается, да. Вот здесь, который был. Да, все, мы их отбили. Фу, вот это да. Это нихрена было непросто и нихрена не очевидно. Вот это вот. Я черканул почему-то. У меня лук нихера не прокачивается, блин. 43 человека потерял, 118 раненых. Раненых очень много. Но потерял тоже прилично. Еще они хотят? Ну, ладно. На этот раз я уже ждать не буду. Тоже пойду на них. Тут долго они сюда чопают. Я лук, блин, хотел прокачать. Там какие-то перки есть для лучников. А у меня лучники это основа. То есть мне это вообще фундаментально важно. Но их... Но он у меня не качается, сколько бы я не убивал их. У меня уже как бы все. Очень медленно все происходит. Исход. Тут уже даже не знаешь, как их быстрее убивать. Топором или... Короче, у имперцев, я понял. У них лохи остаются... А, ну, в принципе, у меня такая же схема, наверное. У них сначала самые опытные идут, а потом лохи. Это система из Рима еще. Если помните по истории, там... Типа они в первые ряды ставили новичков. Дальше в средние ряды средничков. И сзади у них в сейф-зоне в безопасности стояли самые опытные уже легионеры, которые уже прошли битвы. Типа это позволяло сохранять больше жизни опытных и делать новых опытных из новичков. Как-то так. Ну и мотивировало вообще, типа... Потому что если ты переживешь битву, то следующий у тебя уже не поставят в самую жопу и у тебя какие-то шансы есть. Причем если ты рандомно, типа каким бы опытом ни был, тебя в первые ряды поставят, а он вообще конится за то, что ты даже ничего не успеешь. Ни разу никого ударить. Все, нормально. Смяли их вообще, уничтожили. И тактику я еще прокачал. Двое убитых, пять раненых. В плен мудаков. Вивиана освободил твое заключение. Кончился. Не стоит благодарности. Юху Золотого. Возглавьте отряд. Пусть сам найдет, кого будет возглавлять. А что будет дальше, вы узнаете уже в следующей серии. Тем более, что замок Рез. Осадили. Успею ли я его? Или буду все-таки брать Миколовли обратно? Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok